Вот сейчас очень активно обсуждается резкое наступление на Запорожье и Кривой Рог. Насколько вам это кажется опасным и серьезным и может быть неожиданным? Потому что вот наступление на Кривой Рог оказалось, я так понимаю, для Украины несколько неожиданным, потому что ждали, что будут все-таки скорее наступать вот просто там на Донбассе, вот в той части. А здесь несколько другая ситуация. Похоже, меняют направление удара, потому что и вот даже в районе там Изюма, я так понимаю, тоже не удается России достичь каких-то там особенных прорывов, как вы уже сказали в начале. Знаете, это было бы логично, если бы у Российской Федерации был бы ресурс. Но я общаюсь с военными экспертами, вот то, что сейчас вытворяет Россия, это трудно понять с военной точки зрения. Почему? Если у вас есть ресурсы, давайте их сам вводите в направлении Изюма, скажем, или в направлении Гуляй-Поле, чтобы завершить то, что вы хотите. Вместе с этим они открывают новые фронты Запорожья и Николаевья. Это без перспектив. Вы знаете, если, скажем так, одна из задач любого командира, оперативника, который разрабатывает операцию, это скрыть свой замысел от противника, чтобы противник не знал, что ты хочешь сделать. Но тут как раз-таки не тот случай. Но какие у вас есть ресурсы, чтобы атаковать Николая? У вас было сил и средств в два раза больше, вы не смогли взять Николая. Что вы тут так поперлись? Вот вместе с того, чтобы неграмотно сжигать свои ресурсы и свои резервы, нам можно же было их применить в Донбассе, чтобы добиться какого-либо успеха. Я все больше склоняюсь к мысли, что политическая составляющая в этом конфликте уже преобладает. Политики взяли военно-оперосновное правление, и военные тут только исполнители, безмолвные исполнители, и исполняют разные тактические хотелки, которые меняются раз-два в неделю. Это с военной точки зрения, это ошибки, это подряд ошибки.